Это программа День с толком. Студия Анастасия Дороган. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Все ближе к развязке стало известно, когда будут разбирать разворотное кольцо в районе нового рынка. Воздушная тревога, бойцы в окопах и концлагеря. Как Барнаул встретил легендарный поезд победы. Алтайский край занял лидерскую позицию по числу закрывшихся кинотеатров в Сибири. Почему бизнес сокращается? В администрации Барнаула обсудили проект бюджета на следующий год. Запланированные доходы городской казны в 2024-м должны составить 22,3 млрд. рублей. А расходы на миллиард больше – 23,3 млрд. Это предельный дефицит, как сообщает в мэрии. Бюджет по-прежнему социально ориентированный. Большая часть средств пойдет на образование, социальную поддержку, культуру и спорт. Также в приоритете оплата труда сотрудников бюджетных сфер – финансовая поддержка инициативных проектов. Больше расходов заложено на обеспечении безопасности в социальных учреждениях. Председатель Комитета по финансам, налоговой и кредитной политики Барнаула Ольга Шернина отметила, что основные параметры главного финансового документа города будут уточняться после утверждения краевого бюджета. К его рассмотрению парламентарии приступят завтра. А 27 октября проект городского бюджета в первом чтении обсудят в Гурдуме. Добавим, что год назад ко второму чтению две главные строки городского бюджета подросли на 4,5 млрд рублей. В основном за счет помощи краевого бюджета. Разворотное кольцо в районе Дома Быта на проспекте Ленина начнут разбирать 28 октября. В выходные демонтируют опоры сети и само кольцо. Затем начнется укладка рельсошпальной решетки и соединение с действующими путями. Поэтому с 28 октября и до запуска движения по путепроводу трамвайный маршрут номер 3 не будет заезжать на остановку Дома Быта. До этой остановки можно будет доехать на троллейбусах номер 1, 6 и 7. Напомним, что завершить все работы и запустить движение по мосту должны до конца ноября. Два многофункциональных стола и три лампы для операции. В Краевую больницу скорой медицинской помощи поступило современное оборудование. Обновление технической базы крайне актуально. За год через больницу скорой медпомощи проходит 52 тысячи человек. А госпитализирует больше 20 тысяч. Нагрузка огромна, простоев нет. Чем отличаются новинки от прежнего оборудования, расскажем далее. Вот это новая операционная лампа, вот это новый операционный стол. Новое оборудование уже в бою. Сейчас здесь никого нет, чтобы можно было провести съемку. А на столе напротив в это время осматривали пациента. В Краевую больницу скорой помощи нет простоев. За год учреждения принимает 52 тысячи человек. Сделать помощь еще более эффективной теперь помогают современные аппараты – лампы и столы. Сколько операций в день на этом столе проходят? В среднем? На этом столе по-разному. Но от пяти до семи может больше быть. Функциональность другая совершенно. Различные можно конфигурации в нем использовать. Для работы травматологов доступен рентген. Для хирургов столы устанавливаются под нужным ракурсом. А новые лампы мощнее предыдущих. Для их монтажа даже останавливали работу операционной. Крепятся они на другом этаже. Специальное оборудование, вернее приспособление, которое сквозь потолок на большие анкерные болты, которые крепятся только так. То есть разбирают. То есть две операционные, по сути дела, на время замены выходят из строя. Пять лет оборудование уже морально устаревает. Может не поддерживаться производителем. А в настоящее время это немножко затруднено. И переход идет на других поставщиков. То есть, как популярно сейчас говорят в политике, разворот на восток. Новое оборудование родом из Китая. Первые два операционных стола поступили в больницу в конце 2022-го. Таким образом, за год учреждения технически обновили на 37,5 миллионов рублей. Круглосуточно и ежедневно принимают тяжелых больных отделения нейрохирургии, отделения тяжелой сочетанной травмы. Чередуются по приемным дням хирургические отделения первое и второе. Половину города принимают ежедневно и круглосуточно отделения гинекологии. Центр травмной кисти ежедневно и круглосуточно тоже принимают больных. И вот тогда, когда такое количество поступивших больных в различное время суток, столы и светильники не отдыхают. По итогу прошлого года стационар больницы скорой помощи выполнил почти 12,5 тысяч операций. Почти полторы тысячи из них высокотехнологичных. Уже известно, что в следующем году в учреждении заменят еще один компьютерный томограф. Анастасия Дороган, Владислав Ковалев. День с толком. Брестская крепость, концлагерь, санитарные и штабные вагоны. Все это состав поезда Победы, который впервые прибыл сегодня в Барнаул. Музей-выставка, посвященная разным периодам военного времени, курсирует по всей стране. Экскурсию проводит аудиогид, девушка Лидия, машинист, возившая эшелоны на фронт. О погружении в историю расскажет Юлия Щепина. Воздушная тревога, эшелоны, спешащие на фронт бойцы в окопах, связисты, передающие радиограммы. Все эти картины военного времени глазами участников Великой Отечественной воссозданы в Поезде Победы. Первой в мире иммерсивной инсталляции в составе поезда. Всего 10 вагонов, в каждом своя экспозиция. Цвет нации, концлагерь, вагон банно-прачечного комплекса, бронепоезд, дорога домой. Не хотелось бы это видеть все вживую. Охота вот так вот посмотреть. Да, очень интересно, атмосферно. Само запомнилось мне почему-то в японской стилистике, где огромная трибуна, сидит очень много. Насколько я понял, это судьи какие-то были. На них так томно светит свет, контрастный. Ну, очень впечатлительно это все. Мультимедиа, а это 50 видеопроекторов, 18 видеостен и 12 тач-столов. Театральный звук, свет, более 150 фигур и 4000 оригинального реквизита. Вы войдете в третий вагон нашего поезда, это электричка на фронт. В этом вагоне представлено самое большое количество именно оригинальных вещей. Именно такая фотография была сделана в настоящей электричке в 1941 году. Она была взята за основу. На основе этой фотографии сделана эта электричка. В последнем вагоне в Победе у нас стоит фотограф. У него в руках оригинальный фотоаппарат немецкий. На нем оригинальная куртка летчика Люфтваффе с электроподогревом спины. По всему историческому пути ведет аудиогид. 19-летняя девушка-машинист паровоза по имени Лидия. Это прототип и история реального человека. Кстати, историю озвучивает актриса Екатерина Гусева. Она делится воспоминаниями семейной истории, погружает в прошлое и ведет через вехи истории от довоенного времени к Победе. Это все надо знать, изучать и понимать. Так формируется самоощущение. Так формируется мировоззрение. Так формируется понимание у них, кто они такие. Откуда нынешним поколением взять это все было возможно. Передача от старших и младших. Младшим это, конечно, так. Но все меньше и меньше остается живых свидетелей. Даже детей войны, которые прошли это время и видели это детскими глазами. В свое путешествие поезд отправился три года назад из Москвы. И уже несколько раз пересек всю страну. Его посетили более 700 тысяч человек. Очень интересно. И, как всегда, вот прям до мурашек. Потому что все эти годы Великой Отечественной войны все это настолько воссоздано правдоподобно. Все продумано до деталей, до мельчайших. И даже запахи мы заметили. Когда мы зашли в вагон с бани, прям запах бани был. Поэтому прям заставляет очень раз задуматься о великих подвигах. 27 октября поезд отправится в Омск. Билеты на экскурсию бесплатные, но их разобрали буквально за полчаса. Посетить поезд можно в режиме онлайн на сайте проекта. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Сибирская медиагруппа стала партнером Народного фронта по организации сбора средств бойцам на СВО и мирному населению. Речь идет о проекте «Все для победы», который Народный фронт запустил больше года назад. Как все это время жители Алтайского края помогали тем, кто сейчас очень в этом нуждается, расскажем в следующем сюжете. Тепловизоры, генераторы, средства связи, медикаменты, автомобили, тепловые пушки – это лишь часть помощи, которая поступает бойцам алтайских подразделений. Больше года назад Народный фронт запустил проект «Все для победы». Он нацелен на поддержку бойцов на фронте, а также мирного населения новых регионов. К проекту присоединились предприниматели и просто обычные жители края. Как итог, за год 650 тонн груза на сумму более 35 миллионов рублей. Это и конвои, и авиаотправки. Сейчас есть объемы и потребности, мы отправляли там и шансовые инструменты, потому что новые рубежи, новые укрепления. Есть сложности и большие потребности в резине. Дороги на тех направлениях, где они есть, они просто убиты. Также все продолжается. Средства связи, потому что их приходится обновлять тепловизоры, ночники. Помогают проекты жителям новых территорий России. И эта помощь уже приносит свои плоды. Регионы учатся жить по-новому. Есть там важная позиция, это очень радует. Когда нам нужна была рыба, вы нам ее дали. Сейчас нам нужна в большей степени удочка. Спасибо большой стране, которая помогает нам восстанавливать дорогу, восстанавливать инфраструктуру. А дальше мы уже сами. Сегодня проект расширяется. Сибирская медиагруппа стала партнером Народного фронта по организации сбора средств. Напомним, присоединиться к проекту и помочь может каждый. Для перевода средств необходимо просто сканировать QR-код, который вы сейчас видите на своих экранах. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Барнауле изъяли крупную партию марихуаны. Сотрудники патрульно-постовой службы, полиции, околожелезнодорожной организации задержали подозрительного мужчину. Там только тонопля. Больше ничего нету? Нет. При личном досмотре транспортные полицейские обнаружили у задержанного пакет с предположительно запрещенным веществом. Эксперт подтвердил – это 300 граммов марихуаны. Неоднократно ранее судимый 29-летний местный житель утверждает, что наркотик он собрал для личного употребления. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Больше 15 миллионов рублей сэкономили пассажиры пригородных поездов на билетах за два месяца действия специальной акции. До конца этого года жителям Алтайского края и других сибирских регионов при оплате проезда в электричках через систему быстрых платежей возвращается кэшбэк – 20% от стоимости билета. Подробнее о бонусах за поездки в репортаже Валентина Аскерой. Барнаульская студентка Кристина Конева каждые выходные отправляется в гости к друзьям в Новосибирскую область, в Черепаново. Автобусу предпочитают пригородные поезда. А с лета этого года девушка особенно полюбила электрички. Билеты покупает с 20% выгодой через современные цифровые сервисы, систему быстрых платежей. Я езжу до Черепаново, трачу на билет 164 рубля. Со скидкой, получается, мне возвращается 32 рубля. Для меня, как для студента, это очень ощутимо. И я могу в случае таких нескольких поездок накопить еще на одну. При оплате проезда через СБП часть денежных средств возвращается на счет. Акция позволяет экономить до 40 рублей за поездку. Перед оплатой нужно заранее зарегистрироваться в программе лояльности на сайте приветмир.ру или в приложении «Привет». Приобрести билет можно в пригородных кассах на вокзале и из любой точки города через приложение «Алтай-пригород» у кондуктора с переносным терминалом в самой электричке, в автоматах на станции или в приложении «РЖД пассажирам». Через оплату через систему быстрых платежей пассажир получает бонус в виде кэшбэка на его счет, карту, возврат до 20%. То есть возврат происходит практически мгновенно, ну максимум в течение дня. Если даже человек каждый день совершает какие-то поездки, то практически за несколько поездок он каждую, можно сказать, пятую поездку едет бесплатно. Оплата через систему быстрых платежей стала очень востребованной и популярной у пассажиров пригородных электропоездов. С начала действия акции жители регионов, где действует наше предложение, смогли сэкономить на проезде уже более 15,5 миллионов рублей. Напомню, что кэшбэк будет приходить до конца года, экономить до 40 рублей от стоимости каждой поездки очень легко. Главное – выбирать способ оплаты СБП. Экономить на проезде могут жители пяти сибирских регионов – Кузбасса, Алтайского и Красноярского края, Новосибирской и Омской областей. Бонусом за поездки можно воспользоваться до конца этого года, вплоть до 31 декабря. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком. Алтайский край занял лидерскую позицию по числу закрывшихся кинотеатров в Сибири. Об этом сообщает коммерсант. Количество кинозалов в нашем регионе сократилось за три года на треть. Один из факторов, который в свое время здорово пошатнул работу кинотеатров – пандемия коронавируса. Не успев прийти в себя, местные кинозалы столкнулись с новой проблемой. Сегодня основной причиной закрытия кинотеатров представители индустрии называют падение сборов из-за отсутствия иностранных кинолент и высокие арендные ставки. Многие владельцы помещения отказались идти на уступки, не проявив лояльность в ценообразовании. В сложившихся условиях многим было проще закрыться. Хоккеисты «Динамо Алтай» в тяжелейшем поединке против самарского ЦСКА ВВС проиграли встречу со счетом 3-2. Все решило с серией булитов. Однако болельщики негодуют, что барнаульцы вели со счетом 2-0 и не смогли удержать победный сценарий игры. О том, как алтайские ребята пролетели мимо победы, расскажем далее. Хоккеисты «Динамо Алтай» радуются, болельщики ликуют. Это значит, что барнаульская команда вышла вперед и вечер рабочего дня перестает быть томным. Одна заброшенная шайба в первом периоде и еще одна во втором. Хозяева ведут в счете, что может быть лучше. Немножко невнятное начало матча. Но затем все-таки ребята вошли в игру. И здорово, что отыгрались с 0-2 и пусть по булитам, но все-таки довели игру до победы. Начали за здравие, закончили ничьей в основное время. «Динамо» упустила свое преимущество. Гости смогли отыграться и сравнять счет, полностью перевернув ход игры. Дальше булиты, где точнее оказались ребята из Самары. «Упустили 2-0, комфортное преимущество. Ну что ж, нужно больше забивать на одну шайбу, либо меньше пропускать. Лотерея сегодня оказалась, к сожалению, не на нашей стороне». К слову, это уже не первый матч, где «Динамо» Алтай ведет в счете, но в итоге упускает победу. Печальная закономерность, которую срочно нужно исправлять. И такая возможность у флагмана алтайского хоккея будет уже завтра, 26 октября. На льду Читов-арены наши ребята встретятся с казанским «Барсом». Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле открылась выставка, посвященная 85-летию народного артиста России Георгия Обухова. Его творческая биография насчитывает более 300 ролей и 5 спектаклей, где он выступил в качестве режиссера-постановщика. Георгий Обухов приехал на Алтай в 1961-м и вошел в труппу Краевого театра драмы. Одна из ярких ролей первых лет – Карлсон. Георгий не стеснялся играть в детских спектаклях и считал, что выступать для детей довольно интересно. В те годы критики отмечали чистоту и искренность в игре Обухова. В последующем актер примерил десятки ролей. Юрич в пьесе «Чудак-человек», Мольер в «Кабале-свитош», профессор Преображенский в «Собачьем сердце». За выдающийся вклад в развитие театрального искусства в 2013-м он получил «Золотую маску». Познакомиться с ключевыми ролями Обухова и историей становления артиста можно в «Гмилике». Выставка будет действовать до 26 ноября. Но на этом работа с артистом не закончится. На основе этого собрания, после этой выставки, мы решили выделить личный фонд народного артиста России Георгия Тихоновича Обухова и заслуженной артистки Ольги Леонидовны Кириченко. Потому что та сдача, которая сделана была, подарок музею, артистами нашими замечательными, она уже достойна личного фонда. Меньше месяца остается до старта крупнейшего турнира в Краевой столице. С 9 по 12 ноября в Барнауле пройдет первенство России под дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Мероприятие такого уровня не проходило уже более четверти века. На какой стадии организация турнира сейчас и почему барнаульцы должны посетить этот турнир, расскажем далее. Первенство России под Сюдо. Крупнейший и важный турнир. В соревнованиях примут участие сильнейшие дзюдоисты сборных субъектов России. Они разыграют медали в 17 весовых категориях. 9 у юноши и 8 у девушек. Дзюдоистам, занявшие призовые места, присвоят звание кандидата в мастера спорта. А также спортсмены будут вызваны в национальную сборную России. По словам организаторов, алтайские спортсмены продолжают планово тренироваться. К турниру уже все готово и осталось дождаться гостей. Некоторые команды с первого числа уже начнут приезжать. Это с Дальнего Востока. А так основной заезд планируется на 7-8 ноября. Это возрастная категория, первый профессиональный старт, когда дети могут заявить о себе и попасть уже в сборную страны. Поэтому они, как говорится, юноши и девушки, они бескомпромиссные. То есть накал будет заоблачный, будут биться и пытаться показать и доказать, что они соответствуют сборной страны. Большую развлекательную программу подготовили и для зрителей. На протяжении всех дней соревнований для гостей турнира будет работать мастерская аквагрима, чеканка монет и многое другое. А основная часть – это розыгрыш крутых призов. Стать участником которого можно, купив брендированный мерч. Важно сохранить чек. Ну а мы добавим, что главный приз в розыгрыше – это автомобиль. Что еще раз подчеркивает важность и статусность турнира. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok